Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие любители искусства! Приветствую вас на канале ProArt. Моим главным любовником был Париж 20-х. Я наслаждалась им, боролась с ним, трясла, насиловала. Я его, а он меня. Баронесса с кисточкой, салонная кубистка. Она писала портреты парижских аристократов в стиле ар-деко. Будучи светской львицей, элегантной и загадочной, она воплощала собой образ женщины 20-х. Заводила романы и с мужчинами, и с женщинами. Ее фривольное поведение шокировало даже богему, не говоря уже об обывателях. Она была первой self-made woman в своем поколении. Независимой женщиной, зарабатывающей на жизнь картинами и создавшей свой собственный неповторимый образ. Несколько раз она переписывала свою биографию, вычеркивая из нее все неудобные факты и даты. Я украсила Париж не меньше, чем его украшает Эфелева башня, написала она в своем дневнике. Чтобы заказать портрет у этой художницы, нужно было ждать полгода, и это считалось истинным шиком, ведь портрет стоил 50 тысяч франков, по нынешним временам 25 тысяч долларов. Ее заказчиками были именитые особы, например, королева Греции Елизавета, или же король Испании Альфонсо. Знакомьтесь. Героиня сегодняшнего выпуска – художница польского происхождения, звезда Парижа Тамара де Лампицка. Мария Борисовна Гурович родилась в еврейской семье в Варшаве, а может быть и в Москве, примерно в 1898 году, а возможно и раньше. Ее отец был адвокатом во французской фирме. Мать Мальвина, урожденная Деклар, происходила из богатой польской семьи. Тамара воспитывалась матерью, дедушкой и бабушкой. Отец, к сожалению, рано покинул семью. Есть предположение, что он покончил жизнь самоубийством, когда девочка была совсем маленькой. Детство Тамара провела в Москве. Ей предсказывали будущее пианистки. Любовь к музыке ей привила любимая бабушка Клементина. Она посещала школу-пансион в швейцарской Лозане, а зиму 1911 года провела во французской Ривьере и в Италии. После путешествия в Италию, по крайней мере, так вспоминала сама художница, и началось ее увлечение живописью. В 1911 году девочка все больше времени проводила в Санкт-Петербурге у своих родственников. Конечно же, прекрасные балетные представления в Мариинском театре, спектакли частного театра князей Юсуповых, великоцветские концерты в царском селе. Светская жизнь закрутила Тамару. Она посещала занятия в Академии художеств, вольнослушателям. И как-то на одном из балов она встретила своего будущего мужа, Тадеуша Лимпицкого, наследника богатой и знатной польской фамилии. Кстати, перспективного адвоката. В 1916 году родилась их дочь Мария Кристина Лимпицкая, которую они называли Кизет. Во время революции 1917 года Тадеуша Лимпицкого арестовали, как шпиона. Если бы не Тамара со своими связями, мужа бы расстреляли. Семья была вынуждена эмигрировать во Францию. В Париже Тадеуш ушел в запой, а Тамара, распродав все свои семейные драгоценности, поняла, что нужно зарабатывать на жизнь самой. И она решила заняться живописью. Поначалу она обучалась в художественной академии Рансона у Мариса Дане, а затем ее постоянным учителем стал Андре Лотт. Оба классики предметной фигуративной живописи. Немного попрактиковавшись, она стала активно продавать свои картины, устраивала выставки. Обаяние, смелость и раскрепощенность помогли ей быстро привлечь внимание общества и стать состоятельной художницей. После 30 она зарабатывает много, а вот похвалу слышит все реже и реже. Зато двери лучших парижских домов открыты для нее нараспашку. Не как для модной нищей богемы, а как для светской львицы, равной среди равных. О чем она, собственно, мечтала. Неудивительно, что Тамара развелась с мужем, решив, правда, оставить его фамилию, добавив при этом аристократическую приставку «Д». В 1927 году она получила первый приз на выставке изящных искусств в Бордо за портрет дочери Кизет на балконе. Дочь Тамара часто использовала в качестве модели, но вот ее жизнью особенно не интересовалась. Сама Тамара, видимо, забыла, как тяжело ей приходилось в детстве без материнской любви. В 1929 году ее самая известная картина «Автопортрет. Женщина в зеленом Бугате» попала на обложку известного немецкого журнала, который превозносил Олимпийскую как идеал женщины 20-х, эмансипированные, свободные, за рулем автомобиля. Вероятно, Тамара скопировала свой образ с дифф немого кино. Она подражала им во всем – в манере одеваться, в картинных позах, нанесении макияжа, ношении меховых накидок. Примечательно, что у художницы никакого Бугатти в помине не было, а только маленькая машинка Рено. Если попытаться охарактеризовать манеру, в которой работала Тамара, то можно сказать, что это микс элементов арт-де-ко, кубизма, холодного флорентистского маньеризма и классицизма Энгра. Это привлекательное для тогдашнего современного зрителя сплетение как бы традиционного искусства и модернизма, а также упомянутая декоративность определили необыкновенную популярность художницы. Одним из жанров, который приносил ей основной доход, был портрет. Ей удавалось удивительным образом сочетать холодность и отстраненность героев, при этом делая их чувственными. Кроме того, она разработала собственный колорит. Она могла использовать только два цвета, но работа получалась выразительной за счет прекрасной игры света и тени. Она, кстати, критиковала многих импрессионистов за то, что они использовали грязные цвета. Я была первой женщиной, которая писала чисто, и это главное в моем успехе. Мои полотна точны, и они закончены. В ее портретах и впрямь угадывалось сходство с героями, но главными в них все-таки были стиль и своеобразие. Не менее популярными были картины Тамары в жанре ню. Художница не стеснялась показать всю эротичность женщины, экстаз женщины и высочайшую чувственность. Томная спящая барышня на картине безмятежна и эротична. Олимпийска встретила ее на улице и пригласила позировать. При жизни художницы эту картину, спящая Рафаэла, демонстрировали в Нью-Йорке, в Париже, а после смерти Тамары в Хиросиме. Эта картина появилась на Сотбис в июне 2011 года. На торгах Холст имел невероятный успех и ушел за 4 миллиона фунтов стерлингов. Это просто невероятная цена. У Тамары не было отбоя от женихов. После придирчивого отбора она отдала руку и сердце барону Раулю Куфнера. Родом из Австро-Венгрии, из семьи потомственных пивоваров, он был баснословно богат и к тому же вдовец. Они познакомились при довольно забавных обстоятельствах, когда Куфнер заказал ей портрет своей любовницы, андалузской танцовщицы Нане Рере, которая Тамаре категорически не понравилась. И задумывая следующую картину, группу из четырех обнаженных Олимпицка не без злого умысла пригласила в качестве модели ту самую Нану Реру и изобразила ее самой вульгарной, похотливой и просто неприятной. Говорят, Куфнер, увидев полотно, в тот же день велел Нане собирать вещички и прогнал ее. Ну а коварная Тамара уже поджидала барона и не прогадала. Они прожили вместе целых 29 лет. Во время войны из оккупированной Франции наподобно многие приезжают в Америку, в Лос-Анджелес, где встречают, к сожалению, непонимание и даже неприятие американской публики. Им не нужны ее холодные салонные портреты. После войны стиль работ художницы меняется. Она пытается работать в абстрактном экспрессионизме, занимается оформлением интерьеров. Спасаясь от одиночества, Куфнер на тот момент был уже мертв. Тамара вспомнила, наконец, о том, что у нее есть дочь и переехала жить к ней в Хьюстон. Последняя любовь 76-летней Олимпицка – это мексиканский скульптор Виктор Контрерос, который был вдвое ее моложе. Ради него Тамара в 1974 году переехала в Мексику, на этот раз точно зная, что едет сюда, чтобы остаться навсегда. В 60-е годы публика вновь заинтересовалась ее творчеством на волне интереса к ар-деко. В 1972 году Люксембургская галерея в Париже устроила ретроспективную выставку этой легендарной художницы. Успех был оглушительным, как когда-то, в 20-е. Олимпицка снова вошла в моду. Олимпицка умерла в 1980 году, оставив после себя прекрасное наследие. Согласно последней воле, прах Тамары развеяли над жерлом одного из мексиканских вулканов. Я надеюсь, эта художница не оставила вас равнодушными. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением, близка ли вам эстетика этой ледяной дивы-гламура. Ну а для тех, кто давно интересовался о возможности поддержать наш канал материально, мы оставили ссылки в описании под видео. И, конечно же, мы искренне благодарим всех тех, кто уже поддержал нас и продолжает поддерживать. Это очень помогает нашему каналу развиваться и снимать для вас новые интересные выпуски. Ведь, как известно, искусство без меценатов существовать не может. Остаемся с вами на канале ProArt. До встречи!